Травят и всё это. Это одни предположения. Есть факт, что этот человек тяжело болен. И это болезнь вследствие принимаемых им долгие годы наркотических средств, которыми он баловался последние 15-20 лет. Это как следствие побочный эффект, и у него осложнение, насколько мне известно, из достоверных источников, из ближайшего его окружения, были проблемы с почками. А как это проявляется? Мы можем увидеть по его лицу, по том, что он носит якобы пульсоксиметр? Мне просто об этих нюансах на самом деле неизвестно. По его внешнему виду видно, что человек нездоров. Его ожирение или он настолько поправился, это как бы неестественно. И ввиду того, как он пытается говорить, уже тоже понятно, что человек абсолютно находится в очень нехорошем физическом состоянии в любом случае. Ну, кстати, я сейчас попрошу показать видео, которое недавно появилось в сети. И на этом видео было заметно, что лицо Кадырова действительно какое-то распухшее, его на пальце какой-то странный предмет. Ранее Кадыров заявлял, что это якобы устройство для чтения молитвов, хотя журналисты подозревали, что всё-таки это медицинское устройство. Ну и он демонстрирует свою правую руку Делимханова, который якобы тоже жив, но непонятно, что и с ним. Ну, мы это уже комментировали. Я думаю, что кадры, которые вы только что показали, это запись сделана в Арабских Эмиратах. Это их подтолкнули к тому, чтобы во что бы то ни стало, они записали и появились в публичной сфере, потому что очень много слухов было о кончении Кадырова, о тяжёлых ранениях Делимханова. Действительно, Делимханов был тяжело ранен, и вот всё это время он находился на лечении, его вывезли за территорию России. И Кадыров тоже. Они находились в Арабских Эмиратах, когда они нам демонстрировали этот двух-трёхминутный ролик, показывая и доказывая, убеждая нас, что они в здравом уме и в хорошем физическом состоянии. А вот на пальце у него действительно это такой замеритель, как бы чёткий он заменяет тазбах. А вот сама рука, это видно, что он после каких-то этих процедур, медицинских процедур, рука у него почерневшая. Если предположить, что всё-таки Кадырову станет хуже, и, возможно, он умрёт, кто возглавит Чечню? Ещё в марте, мы помним, Путин встречался с 17-летним сыном Кадырова. Дело в том, что нужно понимать. Я на самом деле не сторонник того, чтобы мы персонифицировали любую проблему. Сегодня в самой России давно нет Путина. Есть коллективный Путин, есть система, которую Путин и КГБ выстроили в течение последних 30-35 лет. Начиная с 1985-го, с приходом к власти Михаила Горбачёва, так называемая перестройка, в последующем упразднение 6-й статьи Конституции о том, что Коммунистическая партия – это единственная партия. Вот с этого времени КГБ начало устанавливать и создавать ту систему, которую мы сегодня имеем. Это система «Коллективный Путин». И точно так же этот «Коллективный Путин» – это система, которая выстроилась в самой России, так как они насильно присоединили Чечню и подвели её под юрисдикцию Российской Федерации, так называемой псевдодемократической Российской империи. Сегодня Чечня тоже, там есть система. Кадыров, в принципе, уже как функция, он себя уже отработал. И разницы нет. Но система очень серьёзная, выстроенная в самой Чечне, создана так называемая экстремистская преступная секта под названием «Ахмат». И вот эта секта, она и будет управлять, независимо, какую марионетку Путин посадит место, или «Коллективный Путин» посадит место сегодняшнего Кадырова, или же место сегодняшнего Путина в Кремле. Но сама система до тех пор, пока она не будет разрушена, она будет существовать. Кстати, по поводу этой системы и раскола в ней хочу с вами более детально поговорить, потому что много было версий о том, кто сейчас против кого воюют, какие башни Кремля, ФСБ, Министерство обороны. Но и также было высказывание от политолога, публициста Пианковского, что силовые структуры РФ, они ненавидят Кадырова, и поэтому со временем могут его устранить. Почему они его не любят? Потому что он, по сути, держится в этой системе на договорённостях с Путиным, Путин выплачивает ему громадную дань, а силовики его за это и не любят. Может ли такое случиться? Да, безусловно, Пианковский прав, когда он говорит, что ПСБ, силовики, вот эта система его не любит, Кадырова не любит. Почему? Потому что Кадыров на самом деле отнял у них вот эту территорию, где они бесчинствовали, абсолютно беззаконие. И Путин позволил Кадырову монополизировать вот эту территорию, вот это насилие. Исключительно Кадырову перепоручено сделать это. Естественно, силовики недовольны тем самым, что они, якобы, Путин у них и победу отнял, потому что всё, что позитивное, то, что происходит в пропаганде, российской пропаганде происходит в Чечне, оно всё приписывается Кадырову. Естественно, те силовики, которые воевали, которые ненавидели не только Кадырова, но ничего чеченского, сегодня якобы под крылом Путина вот эти чеченские бандиты управляют и делают всё, что им угодно в самой России. И это очень не нравится силовикам, потому что они лишены вот этого подарка, праздника, глумиться над чеченцами, как они это делали в первые годы. Сегодня эту эстафету у них перенял Кадыров. Хотя он сам и национал-предатель, и коллаборант, но они его относят к чеченцам, так как он чеченоговорящий. Им не нравится, что чеченцам вообще позволено иметь что-то или подавать голос самой России там, где они наводили порядок. И поэтому я абсолютно согласен с Пьянковским. В случае смены формата в Кремле, то есть если коллектив того Путина, который сам там сидят, заменит на кого-то, естественно, если даже Кадыров доживёт до этих моментов, он будет отстранён. И может физически даже, как они ликвидировали его отца. То есть и потом эти силовики получат вот эту свободу в Чечне или как? Да, они получат вот ту свободу в Чечне, ту, которую они имели перед тем, как появился Кадыров. То есть его сделал Путин, просто договорившись с ним, что он ему позволяет делать всё, а он расправляется от имени России над чеченским народом. Он подавит волю чеченцев к свободе и независимости. Потому что та функция, которая была возложена на Путина Ельцином, когда он его представлял, и представил он его как окончательное решение чеченского вопроса, вот он эту функцию возложил на Кадырова с тем, чтобы избежать в международной политике своё прямое воздействие на те процессы, которые происходят в Чечне. Потому что они выходят за рамки любого понимания законности, права и прочее. И поэтому он это персонально переложил на Кадырова. Ахмед Халидович, хочу вас более детально расспросить о правой руке Кадырова. Мы уже вспоминали его сегодня. Это Адам Делимханов. Кто он вообще такой? Насколько он важен для Кадырова? Он элементарный бандит, убийца. Абсолютно человек, который лично по указу или по желанию Кадырова лично, персонально расстреливал людей и в Москве, и в других регионах. Человек, который находился в Интерполе, будучи депутатом Государственной Думы. Человек, который самолично совершал казни и убийства. Вот это и есть так называемая правая рука. Когда Кадыровская правая рука была занята уничтожением кого-то, то в это время вот эта рука вступала и продолжала делать то, что делает Кадыров. Но только делала она это ради Кадырова и ради Путина. А он какой-то родственник его? Потому что, когда вспомним пропажу Делимханова, как Кадыров тогда? Вот мой брат, мой самый близкий, давайте его найдём. Ну, это такое преступное братство. Но у них есть ещё и кровное родство на самом деле. Да, они и кровные родственники. И, естественно, вот это преступное братство Ахмат, они являются поддельниками в этой банде, в этой сектантской, экстремистской, террористической группировке. Вы говорили о том, что у него действительно тяжёлое ранение. Есть ли информация, что именно у него ампутирована нога? Двойственная информация. Но пока ещё её никто не подтвердил на самом деле. У нас была информация, что ему ампутировали ногу. Но потом вроде бы сказали, что его ногу спасли. Но он был очень тяжело ранен. А если всё-таки он снова поедет на фронт и получится так, что снова попадёт под какой-то обстрел, что потом будет делать Кадыров? Он назначит себе вот вторую такую марионетку? Да, у них этих марионеток очень много. Так что сегодня уже он не играет той роли, которую Деменханов играл в самом начале. Когда у Кадырова не было собственных каких-то сил, средств, а сегодня они у него есть. И поэтому для него никакой такой роли не играет сам Деменханов или другие люди, которые сегодня зависят полностью от него. Хочу показать вам видео, которое сегодня буквально у себя на телеграм-канале опубликовал глава Чечни Кадыров. Он поздравил Турка Даудова с назначением указа президента РФ на должность постоянного представителя РФ при организации исламского сотрудничества в Саудовской Аравии. Что вы скажете, как прокомментируете, кто этот человек и насколько это назначение важно для Чечни? Для Чечни это назначение не имеет никакой роли. Это значит продолжение той геницидальной политики. Отношение к Чечне – это подавление воли чеченского народа, свободе и независимости, продолжение оккупации нашей территории. Но дело в другом. Это для России имеет очень большое значение, так как через Чечню Россия пытается наладить отношения и укрепить отношения с исламским миром. Вы знаете, на протяжении 30 лет войны в Чечне исламский мир практически, и в частности Саудовской Аравии, предали чеченцев как мусульман. Они заняли позицию Путина и позволяли ему уничтожать чеченский народ и создать вот эту секту Чеченской Республики, которая сегодня представляет угрозу для всего мира. И вот появление нового человека в этой структуре, в исламском институте, и раньше до него это место занимал Абдуллатипов. Это человек, который абсолютно бездействовал в этом направлении и не играл никакой роли. И поэтому сегодня было принято решение назначить туда человека, преданного Кадырову, который будет продолжать и активизировать отношения, и, вернее, поддержку Саудовской Аравии по всем направлениям России, используя вот этот исламский фактор, так как чеченцы являются мусульманами. И представитель чеченского народа, назначенный в этом институте, должен будет играть вот именно роль, как скреплять отношения между Россией и исламским миром. А Саудовская Аравия, зачем это сотрудничество с террористами? Потому что сегодняшний правящий режим Саудовской Аравии сам является практически террористическим. На самом деле вот та структура и те структуры, которые были созданы на протяжении 30 лет на территории Чеченской Республики, они создавались именно при поддержке Саудовской Аравии. Это Саудовская Аравия и правящий режим Саудовской Аравии, они во всём способствовали Путину и поддерживали и Кадырова-старшего, и Кадырова-младшего, которые совершали убийство над чеченским народом, над мусульманами. И вот чем жёстче и чем жестокее они расправлялись над политическими оппонентами, называя их шайтанами, тем лучше Саудовская Аравия принимала и Кадырова, и его соратников, которые совершали и глумились над чеченскими мусульманами и над мусульманами всего Северного Кавказа. Ахмед Халидович, хочу с вами, знаете, более детально обсудить ещё одну важную тему. Это те чистки, которые якобы начинаются в Кремле после неудавшегося мятежа, если можно его так назвать, Пригожина, и после аудиосообщений от командующего 58-й общевосковой армии РФ Попова. В Кремле начались чистки, снимают всех, кто вышел из-под контроля, ведь офицер не должен думать, он должен выполнять, как говорится. Но и появилась информация, что в этом списке уже 30 высших офицеров. Как вы думаете, такое количество поповых, оно может увеличиться? И могут ли эти недовольные российские генералы объединиться против Кремля? На самом деле, вот так называемый мятеж Пригожина, по моему убеждению, он и был направлен на то, чтобы подмять под себя Министерство обороны, выявить в этой структуре нелояльных, готовых поддержать массовые выступления, протесты или так называемый мятеж против существующего режима. Что они на самом деле и сделали. И изначально оно и являлось, на мой взгляд, вот этой спецоперацией. Я не претендую на высшую инстанцию истинно, но в моем понимании, и имея опыт общения с этими структурами на протяжении 30 лет, я знаю, какие опции и какие операции они проводили над чеченцами, проводили против чеченцев, взрывая дома в Москве, Волгодонске, Буйнаксе, именно с тем, чтобы обвинить в этом чеченцев. И то, что сегодня они представили как мятеж и избитие там нескольких вертолетов и самолетов, как аргумент, что это не было операцией, а что это была стихийно возникшая ситуация. На мой взгляд, это не было. И это было сделано именно, это была многоходовка. С одной стороны, они должны были перебросить и закрепить оккупацию Белоруссии, перебросив туда частную, под видом частной армии вагнеровцев на территории Белоруссии. Второй вариант – это выявить среди Министерства обороны, среди генералов, таких поповых, которые готовы в какой-то момент поддержать и выступить против правящего режима. И также выявить слабые звенья в той структуре и иерархии, которую выставил коллективный Путин на протяжении последних 30 лет. Вот это они и завершили. И поэтому я считаю, что они спровоцировали саму ситуацию и уверен в том, что именно со стороны военных есть угроза этому режиму не со стороны кого-либо другого, именно со стороны военных вот этой структуры, которая имеет древние корни династии военных генералов, которые служили Российской империи и России. И сегодня они видят и наблюдают за тем, как разрушается эта империя, которая была создана их предками и их дедами. И вот против этого в конце концов могут выступить именно военные. И в этом угроза есть. И эту угрозу пытаются сегодня предотвратить, вернее вот эти действия пытаются сегодня предотвратить коллективный Путин, проводя зачистки в Министерстве обороны. А что вообще влияет на то, что генералы уходят из-под контроля? Дело в том, что с момента начала российской широкомасштабной агрессии Украины, вы помните, с самого начала российские военные были против начала войны в Украине. Они понимали, что Россия во многом в свое время состоялась как империя именно тем силам, которые они присоединили себе. Я имею в виду Украину, украинский ресурс. Как человеческий потенциал, так и природный ресурс. И вот вступить в такую конфронтацию, абсолютно, скажем так, с несущей вот этой конструкции империи, не договариваясь с украинцами, а попытаться их насильно присоединить, они понимали, что это приведет к развалу всей империи. Вот что и происходит на самом деле сегодня. И поэтому российские военные, зная все это, могут в последующем, так как Блицкрик не удался, быстрой победы не получилось, подкуп украинцев и украинского высшего политического руководства тоже не получилось, хотя были потрачены миллиарды на это. И сегодня военные понимают, что силой им Украину не присоединить к России. И поэтому они и будут выступать. Чем дальше они понесут потери в войне на линии фронта, тем сильнее они будут настраиваться против правящего режима. И в конечном итоге они и сметут этот режим. А в Кремле не боятся, что у них не останется толковых генералов? И по сути, кто пойдет воевать? Только те, которые будут выполнять эти преступные указы? Вы вспомните, как Сталин канун Первой войны, даже когда уже началась Вторая мировая война, он ликвидировал всю элиту, военную элиту. Он, в принципе, и провел эту зачистку тогда. Они всегда пользовались массой. Вот эта б***ь, которая сегодня едет в Крым отдыхать, вот эта масса, которая готова приносить себя в жертву во имя вот этой высокой имперской идеи, она и вот эта система всегда использовала эту массу в качестве пушечного мяса. И она заваливала противника вот этим мясом. И вот сегодня тоже так же они рассчитывают именно вот на это. Который требует от Путина победы, скорейшей победы над Украиной. И, естественно, найдутся те, которые, вы вспомните гражданскую войну, как создавалась Красная Армия, никаких профессионалов. Были бандиты, которые готовы были совершать любые преступления во имя вот этой мнимой какой-то идеи. И сегодняшняя идея, она более серьезна для русского шовиниста, чем тогдашняя большевистская идея. И поэтому этим и будет пользоваться коллективный Путин и система, которую он выстроит. Как вы думаете, что сейчас будет с Белоруссией? Ведь сегодня объявили о том, что уже четвертая колонна вагнеровцев туда прибыла. Это и есть завершение оккупации Белоруссии. Это окончательное завершение операции по оккупации Белоруссии. Вот именно об этом и говорил я, когда говорил, что вот ЧК Вагнера о том, что это не был мятежом, это была спецоперация. Вот одно из направлений заключалось и в этом, тем, чтобы перебросить вот эти силы Белоруссии и создать там мощную военную платформу и базу для сохранения сегодняшнего влияния России в Белоруссии. То есть оккупация Белоруссии, стопроцентная оккупация Белоруссии. Вот этот этап и завершается сегодня. А белорусы, именно народ, они как-то смогут противодействовать этому? Ну, Путин и Лукашенко очень хорошо проверили белорусский народ. Вот когда проводились такие массовые выступления с белыми ленточками и с массовыми выступлениями, которые абсолютно бесхребетно были подавлены режимом Лукашенко. И они понимают, что там нет потенциала, который может противостоять их грубой силе. И поэтому они рассчитывают на то, что именно вот этой грубой силы и будет достаточно. Если белорусы расправлялись над недовольными, которые вышли на площади и на улицы Белоруссии, еще каким-то мягким. А вот эти уже шовинисты, которые туда сегодня загнал Путин, они будут расправляться над ними, как над врагами Российской империи. И поэтому беспощадно подавят любое выступление. Единственное, это если вот белорусский легион, который создается в Украине и функционирует, ну, я думаю, что вот ЧВК Вагнера вот против них и передислоцировали Белоруссию с тем, чтобы если вдруг они пойдут каким-то образом освобождать свою страну, чтобы им было кого противопоставить. Ахмед Халидович, интересно ваше мнение по поводу удара по Керченскому мосту. Как вы считаете, как так получилось, что уже второй раз, как говорят в России, теракт? И это действительно репутационный удар по Кремлю? Безусловно. Лично по Кремлю, лично по коллективному Путину и по этой системе. Единственным достижением все эти 8-10 лет с начала 2014 года, начала российской агрессии в Украину, единственным достижением являлся вот этот мост, который якобы соединял Крым с Россией. И вот эта структура и эта конструкция разрушаются. И безусловно, для украинцев и для украинских вооруженных сил это тоже, так же, как и для Российской империи, имеет символическое значение этот мост, очень важный символ. Точно так же для украинцев он имеет очень серьёзный символ, который должен быть разрушен. Карфаген должен быть разрушен, Терченский мост должен быть разрушен для победы над российскими агрессорами. А могут ли подобные удары повысить готовность россиян к переменам? Потому что мы видели, как многие действительно писали, а что случилось, а почему снова нет систем безопасности, уже второй раз, и плюс они все призывают сейчас бить по Украине, но всё же, когда они увидели, что Путин ни на что не способен, и действительно Крымский мост скоро не устоит. Нет, дело в том, что для общества как такого в России нет. Надо понимать, что вот этот Путин, которого мы знали, он был востребован российским обществом. Естественно, если он проявляет такую слабость и не в состоянии защитить даже Керченский мост, самое величайшее достижение русского мира за последние годы, которые присоединили Крым к России, это очень серьёзный удар по имиджу Путина. Хотя сам коллективный Путин, он уже не беспокоится за свой имидж, потому что ему терять уже нечего. А вот волнения, которые могут возникнуть в самой России, это его беспокоит. Это не столько вопрос имиджа, а вопрос его личной безопасности, безопасности этой системы. И поэтому, безусловно, для украинцев важно разрушить этот мост, а для коллективного Путина важно его сохранить с тем, чтобы не вызвать недовольства среди своего так называемого «электора». Ну, кстати, Путин же после этого пригожинского мятежа вышел в люди. Он даже тогда в Дагестан поехал, чтобы показать, что он всё контролирует и всё под контролем. А он на самом деле чувствует, что в этих регионах растёт присутствие готовности к этим переменам? Знаете, Кавказ — это очень тонкий, тонкий, тонкий организм. Они вот всю свою сознательную последние 500 лет находились в войне с Кавказом. Постоянно, никогда это военное сопротивление или сопротивление Российской империи не прекращалось. Да, она меняла формы, она сходила на нет, но в то же время какие-то искорки, они всегда зарождались и продолжали, и потом снова вспышывал пожар, восстание. Всё это продолжалось по сегодняшний день. И, конечно, Путин понимает, когда мы заговорили о Горской республике, о конфедерации народов Кавказа, 105-й годовщина, если вы помните, в мае, 28 мая была проведена конференция, посвященная 105-й годовщине создания конфедеративного государства. Все эти месседжи и сигналы очень серьёзно волнуют коллективного Путина. И они понимают, что Украина и Кавказ – вот это единственное, что сохраняло Россию как империю. Вот потеряв сегодня Украину, а Кавказ является ахиллесовой пятой, окончательно отделение Кавказа и Украины от этой России, она уже перестаёт быть той империей, за которую ему нужно драться, бороться и боролись. И поэтому для Кремля и для коллективного Путина сохранение сегодняшней ситуации на Кавказе – это очень важно. Именно поэтому его двойник и выехал туда тем, чтобы поговорить, пообщаться с народом, с кавказцами, и проявить, и показать им, насколько Кремль беспокоится. И в то же время, вы обратите внимание, спустя ему подарили Коран в Дагестане, он поднимку с этим Кораном вышел, а через две недели российский ОМОН под Москве просто варварски ворвался в мечеть и начал глумиться над мусульманами именно в пятничную молитву. Вот это показатель той России. И коллективный Путин ведёт себя, пытается всё это углы сгладить, но сама суть, она всё равно вылазит. Она не может находиться под вечной пропагандой. А каковы перспективы, что Кавказ действительно выйдет из состава РФ? Это может случиться ещё при кандиданции Путина или нет? Это случится после поражения России в Украине. Только это самым главным фактором для освобождения Кавказа и для трансформации России в какое-то другое государственное образование. Это победа Украины над российским агрессором. Вот это является самым главным условием для создания свободных государств на территории Российской империи. Было сообщение от Кадырова о том, что их спецназ Ахмат переброшен сейчас на Бахмутское направление. Наши силы сообщали, что они понесли большие потери. Что вам известно? Что сейчас вообще является собой это спецподразделение? Я это комментировал несколько раз, и я повторю это с вами, Анастасия. Дело в том, что как такового спецназа Ахмат, который представлен исключительно чеченцами, его уже давно не существует. Этот Ахмат был разгромлен ещё в первые дни российской агрессии, когда Путин, около тысячи человек, выдвинул их в Украину, и на лёгкой бронетехнике они продвигались в сторону Киева. И вот тогда их разгромили, они понесли колоссальные потери. Практически с этого времени всё, что называется Ахмат-сила, этот батальон, кадыровцы, она состоит из разных людей разной национальности. Со всего постсоветского пространства кадыров нанимает наёмников, включает их в так называемый батальон Ахмат и направляет их в Украину в качестве чеченцев, выезжающих добровольцами в Украину. На самом деле это последнее подразделение тоже. Там среди них было несколько человек чеченцев, а остальные это были представители разных национальностей. И вот это подразделение, о котором они заявили с такой помпой, оно на самом деле было разгромлено. Более того, перед этим был нанесён очень серьёзный удар по той группировке, которая находилась рядом с Демельхановым. Там тоже они понесли очень большие потери, я имею в виду чеченцы, которые находились вокруг Демельханова. А вот это подразделение, которое переброшено под Бахмут, там чеченцев практически не было. Там только несколько человек из командного состава, и они, в принципе, были разгромлены в самом начале. И ваша разведка, в принципе, и ваши данные имеют абсолютно точно. Это точные данные. Потому что мы эту информацию тоже, наши источники из Чечни подтвердили. А вот эти солдаты, которые в этом спецназе «Ахмат» и которые якобы поехали под Бахмут, они там как штурмовики или же они в тылу работают? Мы знаем, что кадыровцы любят как раз быть вот этими загранотрядами. Дело в том, что я, как вам говорю, уже этих кадыровцев, которые были даже в загранотрядах, их уже нету в Украине. Вот есть вот это пушечное мясо, которое они используют под брендом «Ахмат», они их бросают на передовую. Вот почему их и разбили. Их прямо при посадке и разбили. Как только их перевезли на передовую, их там и разбили. А что с теми кадыровцами, которых якобы отправили охранять Белгородщину? Вот мы их тоже там искали. Наш департамент военной разведки несколько дней назад выезжал в Белгородскую область. Они искали, ну там, если у вас есть съёмки, они, как видите, там никого не нашли и не обнаружили. То есть туда никого не переправили. Это была так, показуха для ТикТока, да? Ну, может быть, и переправили. Может, они где-то в какой-то области или в городе сидят, в каких-то барах, ресторанах, кафе. Но на границе, что их нету, мы в этом убедились сами. Мы просто это проверили. Ахмед Халидович, хочу у вас ещё спросить. Об этой возможности создания спецтрибунала для Кадырова и для этого Ахмата. Расскажите более детально. И как это будет работать юридически? Так, вот как я сказал в самом начале, персонифицировать ситуацию самой России и в Чечне нельзя, ни в коем случае. Там создана система. В России создан коллективный Путин и выстроена эта система. В Чечне создана так называемая сектантская группировка, которую Путин и вместе с Саудовской Аравией создали на территории Чеченской Республики последние 20 лет. И эта сектантская экстремистская группировка, преступная группировка, террористическая организация совершила преступления на территории Украины. То, что они делали на территории Чечни оккупированной, оно как бы не подпадало под юрисдикцию международного трибунала. Но то, что вот эти сектанты и их идеологии совершили в Украине, оно подпадает под юрисдикцию международного трибунала, который организовывает Украина. И мы вышли с предложением на руководство Украины с тем, чтобы вывести в отдельное производство дело Кадырова и вот этой секты. С тем, чтобы создать специальный трибунал за создание вот этой экстремистской организации. Я уверен в том, что вот все попытки и потуги России, направленные на то, чтобы сохранять свое влияние на Ближнем Востоке, оно будет разрушено, если мы создадим эту структуру. Если даже политически будет сделано заявление о том, что президент Украины назначил спецпредставителя по подготовке специального трибунала против вот этой секты Ахмад, который возглавляет Кадыров, я уверен в том, что вот вся эта конструкция и идеологическая платформа, созданная на протяжении 20 лет, она разрушится. Она разрушится, и это можно будет считать и вторым фронтом. Потому что вот эта секта и их идеология, 24 часа прикрываясь под религиозными терминами, оправдывают войну России в Украине. Они призывают мусульман отправиться в Украину и бороться с сатанизмом. Они оправдывают убийство украинских детей, женщин, Бучу и Кирпень, они участвовали сами. И вот на основе всех этих факторов у Украины есть все основания рассчитывать на то, что может быть и будет создан, вернее, может быть создан, и я уверен в том, что он и будет создан при наличии политической воли украинского руководства, этот специальный трибунал. Если в международных институтах есть разное мнение относительно создания специального трибунала против Путина, то относительно вот этой секты и Кадырова не будет никаких разногласий в международных институтах. Потому что все эти институты, Ассамблея народов ООН, Ассамблея, она приняла резолюцию по Кадырову. ОБСЕ, они приняли резолюцию по Кадырову. ОБСЕ приняли резолюцию по Кадырову. Европарламент и другие национальные парламенты уже принимали резолюцию относительно Кадырова. Потому что сам Кадыров и эта секта, она признана абсолютным злом. И она не имеет никакого политического или дипломатического иммунитета, который имеет Путин. Поэтому создание вот этого отдельного специального трибунала вот по этой сектке, который является палачом чеченского народа, представляет угрозу для мусульман Северного Кавказа, представляет угрозу Европе. И я думаю, что создание этого трибунала может во многом способствовать стабильности и привлечению к ответственности за те преступления, которые совершены как в Чечне, как в Украине.